Вам нужно с кожей быть просто вот пылинки с неё сдувать, дышать. На неё лучше вообще не дышать. Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет такое немножко мрачное разговорное видео. Почему? Потому что сегодня мы поговорим о пяти привычках, которые старят нашу кожу. Причём большинство из этих привычек будет неожиданно и не так давно сам только об этом узнал. И оказывается, всю жизнь эти привычки были, так сказать, у меня в ходу. И я не знал, что они, оказывается, приводят к старению кожи. Может быть, и вы тоже не знали. Так что оставайтесь смотреть и узнайте, как предотвратить преждевременное сморщивание. Итак, первая вредная привычка, которая вам, собственно, испортит кожу, это не носить солнцезащитные очки. Когда вы уходите на солнечную погоду, во-первых, солнце, собственно, повреждает кожу вокруг глаз, но так же, как всю остальную кожу, особенно если она не защищена солнцезащитными фильтрами. Но это следующий пункт. А в этом пункте о солнцезащитных очках. От чего они предохраняют? Что они вообще помогают нам? Дело в том, что вы начинаете не щуриться от солнца. Когда вы щуритесь от солнца, кожа, соответственно, собирается в складки. Постепенно эти складки становятся всё более глубокими, и их сложнее разгладить. Солнечные очки – это очень важный ваш инструмент anti-age. А вот даже Джеффри Стар, я думаю, многие знают, кто такой Джеффри Стар, он называет очки anti-aging device, то есть устройство anti-age. Таким образом, ношение очков позволяет предотвратить, ну или хотя бы отсрочить развитие мелких морщин на коже вокруг глаз. Следующий момент, о котором я уже начал говорить, это загар. Привычка загорать – это как добровольно подставлять свою кожу ожогом. Почему? Потому что любое солнечное излучение, будь то это UVA, будь то это UVB-лучи, оно повреждает кожу так или иначе. Да, UVA-лучи не повреждают кожу более глубоко. И UVB-лучи, которые, собственно, дают нам вот этот вот загар, они также все равно повреждают кожу и могут приводить к ожогам, меланомии и другим неприятным состояниям кожи. И особенно преждевременному старению и трансэпидермальной потере влаги. То есть загорать – это добровольно уничтожать свою кожу. Поэтому загар, он должен быть в лучшем случае с хотя бы солнцезащитным кремом-фактором 30-50. Вы все равно получите загар, но его вред будет гораздо минимизирован. И, естественно, солнцезащитный крем нужно использовать каждый день. Да, даже зимой, да, даже в пасмурную погоду. Да, даже если вы сидите у окна целый день, а на улице солнечно. Потому что UVA-лучи, которые наиболее опасны для нашей кожи, они как раз-таки не задерживаются стеклом и спокойно проходят. А вот UVB-лучи, например, задерживаются. Поэтому в помещении вы не загораете, но можете получить свою, так сказать, дозу солнечной радиации. Следующая немного неожиданная и лично для меня болезненная, так сказать, тема. Потому что от этого отказаться очень тяжело. Это неправильная поза во сне. Вот неправильная поза во сне, оказывается, реально портит кожу на лице и вызывает преждевременное остырение. Не знали? Вот и я не знал. Но когда я об этом стал читать больше, оказывается, что самая полезная поза для сна – это на спине. Я не могу спать на спине, например. Мне, чтобы уснуть, нужно лечь обязательно на бок. Причем даже вот, я просто говорю уже на своем примере, вы можете посмотреть человеку на лицо и, внимательно изучив его лицо, вы можете понять, на какой стороне тело он предпочитает спать. Потому что на той стороне, как правило, более глубокие морщины и какие-то заломы. Потому что во время сна мы предпочитаем, как правило, одну сторону. И большинство спят на боку. Я не знаю людей, которые спят только на спине. Но когда вы спите, например, вниз лицом, то у вас все жидкости, особенно если вы попили чай на ночь, они начинают притекать к лицу. Утром вы просыпаетесь с отеками. Но отеки – это ладно. Хуже всего, когда ваше лицо расплющивается подушку. Потому что у меня, например, по-моему, вот эта сторона. Какая-то, в общем, из сторон на ней более глубокие носогубные морщины, потому что я на этой стороне чаще сплю. И это можно предотвратить. Во-первых, либо спать на спине, ну, я не знаю, я бы не смог, наверное, уснуть только на спине. Либо есть специальные подушки с такими специальными выемками с обеих сторон, куда вы, то есть, ложитесь, и ваше лицо, оно не касается самой подушки, то есть, оно вот так вот остается лежать. Либо вот так вот. Да, выбор подушки, он очень важен. К сожалению, традиционные подушки, которые мы пользуемся, они, мягко говоря, не подходят, если вы хотите заботиться о красоте своей кожи. Да, еще такой момент, немного отступление, но хлопковые наволочки, оказывается, тоже плохо влияют на кожу, потому что они высасывают влагу, хлопок насасывает в себя влагу из вашей кожи. И утром вы просыпаетесь таким более изможденным видом, хотя могли бы проснуться свежим видом. Чтобы просыпаться со свежим видом, надо спать, оказывается, на шелковой простыне. Я пока что ничем этим не заморочился, но я планирую все-таки поискать правильную подушку, ну или хотя бы начать спать на шелковой простыне, почему, на шелковой наволочке, почему? Потому что, ну, у нее большой плюс, она остается всегда холодной. Если вам стало жарко, вы просто можете на другую сторону подушки перекинуться, и она быстрее будет, собственно, охлаждаться. Другой очень неприятный момент, за которым я ловлю многих своих друзей и родственников, это хмурить брови, вот сводить их вот так. Я так, кстати, толком почему-то не умею, хотя у меня ничего не наколото. Вот, в общем-то, хмурить брови, я часто замечаю, что люди, когда пытаются к чему-то присмотреться, когда они чем-то озадачены, вообще жизнь-то у нас, знаете, такая непростая, поэтому брови мы хмурим постоянно практически. И дело в том, что вот эта вот складка, которая постепенно образуется на переносице, она, да, легко достаточно убирается филлерами, но если вы не будете заниматься собой, не будете заниматься филлерами, то эта складка будет очень сильно добавлять вам возраст. Следующая, может быть, немного неожиданная вещь, для меня это тоже стало откровением, оказывается, использование трубочек для коктейлей, оно тоже вредит вашей коже. Блин, да что не вредит-то вашей коже, господи. Логика здесь очень простая, дело в том, что когда вы потягиваете что-то через трубочку, вы складываете, собственно, губы уткой, и постепенно, чем чаще вы это делаете, тем больше вокруг рта образуются вот такие вот морщины вокруг губ. И на самом деле эти морщины могут стать проблемой, да, они могут стать проблемой, в частности для женщин среднего и старшего возраста, да и для девушек, потому что некоторые помады, может быть, я не знаю, я не ношу помаду, поэтому не могу сказать, может быть, они просто не очень качественные, либо там они как-то что-то в формуле их не то. Но дело в том, что некоторые помады умеют растекаться слегка и затекать вот в эти трещины, вот в эти вот морщины, делая таким образом их более выраженными. А вот с этими уже морщинами, конечно, тоже можно бороться филлерами, но это уже гораздо более сложный процесс. И все, что связано с носогубным треугольником, все операции, которые связаны с носогубным треугольником, они очень болезненны. Но последняя вещь, которой грешат абсолютно все, я в том числе, и многие бьюти-блогеры, в том числе и бьюти-блогеры, которые рассказывают об уходе за кожей, это чрезмерное растягивание кожи лица. Да, когда вы, например, умываетесь, вы начинаете тянуть кожу, либо когда вы теряете полотенцем, вы так вот со всей любовью ее натираете, либо если вы используете, например, ватный диск с тоником, вы тоже так можете хорошенько-хорошенько промазывать, либо если это крем вокруг глаз, вы его так растираете вокруг глаз, что аж натягивается все везде. И это нехорошо. Да, это нехорошо. Нехорошо даже, знаете что? Нехорошо даже якобы такой массаж лица. Говорят, что массаж лица такими нанесениями, например, крема восходящими движениями, он должен типа вот подтянуть контур лица, на самом деле нихрена. Нихрена, потому что гравитацию вы никогда не обманете. И более того, растягивая кожу, вы можете повреждать эти вот эластины, коллагеновые волокна, в частности эластин, поскольку он ответственен за упругость кожи, за ее обратное восстановление после растягивания. И делая это постоянно, вы делаете кожу более дряблой. То есть вам нужно с кожей быть просто вот пылинки с нее сдувать, дышать. На нее лучше вообще не дышать. Потому что любое, буквально любое ваше действие, особенно которое связано там с излишним растягиванием, там скрабированием, глаза кто-то любит потереть, это все очень нехорошо для кожи. Тем более это становится все хуже и хуже с возрастом, потому что эластичность кожи уменьшается. А вы еще, собственно, этому и помогаете. Наверное, на этом все. И так уже что-то разговорился, хотя это видео должно было быть очень короткое. Вот. Да, я тоже имею эти такие привычки. Напишите мне в комментариях, у кого какие привычки. Спите ли вы на правильной подушке. Может быть, кто-то из вас спит на спине. Было бы интересно посмотреть на этих людей. И скажите, как вы тоже наносите средства, растягиваете ли кожу или нет. Потому что я видел даже, как очень известные блогеры, они тоже наносят крем вокруг глаз, сильно растягивая кожу. В то время как рекомендуется наносить крем такими вот притаптывающими движениями. Притаптывающими руками, притаптывающими пальцами. Как по-русски так. Прихлопывающими. В общем, всем очень большое спасибо за внимание. Всем, кто на меня подписан. Кто еще не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Поддержите меня лайком и комментарием. Любая активность на канале продлевает ему жизнь. И, возможно, даже увеличивает аудиторию. Может быть, у меня когда-нибудь будет тысяча подписчиков. Но это маловероятно. Так что, до встречи в новом видео.